Продолжение следует... 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 В общем, сердце... Сердце... Кардиограмма... Там вот эта вся ерунда... Тоже ее прошел... Там эти штучки... Вот там секунда есть... Сейчас вам покажу... Как в кабинке... Там заходишь... Кабинка такая... Раздеваешься... Полностью до трусов... Одеваешь эти... Бахилы... И... Он... Он... Зовет тебя... Ты заходишь... Он прицепляет эти штуки... Делает... И... Потом... Что еще... Вот сижу... Две минутки... Жду следующую очередь... Следующего врача... Сейчас почему-то опять кровь... Хотя я ее уже сдал... Вон моя... Шняшка... Мне уже дали тут поужинать... Сейчас вам покажу... Попробую... Тихоря... Там просто кофемашина дает булочку... Там йогуртов пару штук... Варенье какое-то... Ну в общем... Завтрак такой небольшой... Потому что я должен был же сюда прийти... Голодным... Чтобы кровь сдавать... В общем я все подробности вам расскажу... На улице... Сейчас просто может быть... Удастся что-нибудь подснять... А... Потом еще... Вот последний врач... Молодая которая... Она... Та же которая кровь у меня брала... И она же потом проверила зрение... Стандартная в принципе... Процедура как и у нас... Только раньше там эти бумажки были... А сейчас она на компьютере просто включает... Некоторые буквы... Закрываешь один глаз... Закрываешь другой глаз... И... Читаешь... Вроде бы... Хотя я конечно даже немного перепугался... Я так... Реально закрываю... И очень-очень с трудом видел эти буквы... Но в принципе в итоге... Она сказала что нормально... Ну... 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 В, А, après У, может быть, М, Х, это я не знаю, что это, Ф, может быть, Т, О. О, и каши лаприны. Д, К, Т, Ф, У, В, Х, М, К, Г. И, вот, последняя процедура, которая такая самая смешная получилась, мы с ней там ржали, я немножечко, кое-как, наверное, там, не знаю, насколько хорошо вообще я снял, но так, я на нее не хотел направлять, так пытался там, что-то как со всех сторон поснимать, но сейчас глянете. В, А, вот. Вот. Вы можете вырвать вверх, и я вырвать вас втяжет. Я понял. Вы готовы? Смотрите. Вы, спите, 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 спите. Не, 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 не. Подожди, спите. Я должен спать 8-ти? Да, я думаю, что... Ну, это не то, что... далее всем на вскоре обязательно нет а а н подругой итог долл ну . . . . . . . Поехали! Супер! Все хорошо! Ох, ля! Это более сложный Это тебе подарок для меня? Да, иди сюда Сувенир Сувенир Вот так вот называется центр экзагон де санте С картинами Так, ну сейчас я Выйду на улицу Точнее наоборот При монтаже я начну с этой улицы Потом уже вставлю эти кадры Ура Зудова Извинил Аплодисменты Зудова Чикаго так вот в этом здании все но суранс молоди там где страховка страховка на здоровье потом здание все проходит и вот что что меня удивило я же курю я очень много кую и очень давно уже курю и я всегда думал что у меня наверное там с легкими не лады и на к большому удивлению оказалось что она мне сказала что вот по вот этой проверки по тесту я там дышал в эту трубку до три раза обычно потом на 4 вдыхаешь полностью полностью выдыхаешь и там всякие вот эти цифры она мне потом показывала график и цифры объясняла и она не скажу что по вот этому графику никто даже не поймет что вы курите то есть вот настолько я был в шоке что у меня оказывается с легкими все нормально но тем не менее все равно все равно курить надо бросать я очень хочу бросить мне это немножко трудно дается но тем не менее я хочу и вот мне дали здесь направление вам сейчас покажу даже эти бумажечки такую брошюрку дали типа помощь тем кто хочет бросить курить здесь надо будет почитать что они тут рассказывают и еще направление есть некоторые врачи ну или даже не врачи а как какие-то учреждения которые помогают тоже в этой проблеме бросить курить здесь несколько адресов я могу выбрать один из них который мне подходит ближайший и вот пойду посмотрю что они чем они мне там помогут по поводу бросить курить потому что в принципе несмотря на то что с легкими все нормально все равно курить надо бросить потому что у курения но не только на легкие влияет и на все остальное вот и там еще перед после того как я сдал кровь я мог поужин не поужинать а позавтракать там она дал дала просто булочку кофе там можно было в автомате взять и там всякие такое запечатанные пакетиках варенье там в общем обычный такой маленький завтрак и собственно и все и теперь получается я через десять дней получу по почте получу полностью результаты моего обследования что там какие проблемы или не проблемы и плюс то что там есть еще он выписал я потом к своему врачу пойду как у которого я значусь и он мне уже там может быть что-то еще расскажет если будет нужно вот такой вот маленький ролик принципе ничего конечно особенного но хотел решил что стоит вам это тоже показать да и вообще я не так много сейчас снимаю поэтому конечно хоть что-нибудь я думаю вам понравилось так что по этому поводу на этом все и увидимся следующих видосов всем пока